Рязанская область На данное совещание проходило в рамках аграрного комитета. Вел это совещание Сидоров Лейн Карпч, руководитель комитета областной думы. Я, как руководитель фракции КПРФ Рязанской областной думы, тоже присутствовал на этом совещании, потому что нам, коммунистам, не безразлично, каково положение на селе и как вообще в перспективе будут решаться проблемы сельчан на уровне рязанской думы. Поэтому разговор шел не только действительно о субсидиях. Выступали руководители крупных сельскохозяйственных предприятий на данном совещании. И я вот услышал, хотя мы знали об этой плачевной ситуации, просто на этом совещании еще раз подтвердили, что в аграрном секторе Рязанской области у нас дела обстоят очень и очень, так скажем, мягко, если выразиться, не очень-то важно. Выступающие как раз и говорили, что вот те средства, которые выделяются из областного бюджета в виде субсидии в животноводстве, имеется в виду на дотацию производства молочной продукции. И другие, это возмещение части затрат на приобретение средств химизации, горюче-смазочных материалов. Но на наш взгляд, конечно, этих средств недостаточно, если всего на текущий год предусмотрено 1 миллиард 208 миллионов 675 рублей. В прошлые годы на поддержку села выделялась сумма побольше. Но вот эта сумма, она эквивалентна 3,7% от расходов бюджета. Мы же, наша фракция КПРФ в областной думе, заявляет о том, что сегодня, сегодня нужно датировать село, хотя бы на уровне региона, не менее 10% от расходов областного бюджета. Поэтому в разговоре как раз и звучала та боль от руководителя хозяйства, что действительно на грани выживания у нас и животноводства, и производства зерновых. Все эти небольшие прибыли, которые хозяйство зарабатывает, она следается фактически резким повышением тарифа на ту же электроэнергию. Это возросло в текущем году в очередной раз. Высокие цены на горюче-смазочные материалы и так далее. Вот этот диспаритет цены, он, конечно, душит село и в том числе социальную сферу. Мы это прекрасно знаем. Поэтому какой же выход из этой ситуации был высказан на этом совещании? Те, кто вел это заседание, председатель комитета Сидоров и министр сельскохозяйств Шостаков Владимир Николаевич, В принципе, никаких рекомендаций не было предложено. Поговорили об этом, что да, нужно какой-то порядок, но действительно есть этот порядок по возмещению средств, о которых я сказал, субсидии и порядок установить на то же производство молочной продукции в основном, потому что это занимает из всех тех субсидий, это 280 миллионов рублей, существенно, из 1 миллиарда 200 миллионов. И все согласились, но в своем выступлении я сказал о том, что необходимо, это как первоочередная задача, хотя бы в течение трех лет мы депутаты областной думы, несмотря на наши политические, скажем, взгляды, и чтобы поддержало и большинство депутатов той же партии «Единая Россия», что в течение трех лет довести субсидии в рязанском областном бюджете до 10% от расходов. Если у нас сегодня расходы 33 миллиарда, то если бы эта пропорция сохранялась сегодня, это было бы 3,3 миллиарда, а не 1,2 миллиарда. Но и другой вопрос. Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу о том, чтобы внести изменения в закон о торговле, где-то четко прописать и установить вот то предложение фракции КПРУ в Государственной Думе, где предлагалось, что от реализации сельхозпродукции 60% должно идти производителю, а 40% – переработчику и торговле. Но лоббисты крупных супермаркетов не допустили этого через большинство депутатов в Государственной Думе от «Единой России», и эту норму не прописали. А страдает сегодня фактически село. Поэтому мы считаем, что да, разговор получился откровенный на этом совещании, но так и не были наши приняты предложения и рекомендации, просто услышали. Многие из руководителей хозяйств восприняли это положительно, но тем не менее все это осталось на уровне разговора. Мы же, со своей стороны, при принятии очередного бюджета, обсуждения бюджета, будем, как и в этот раз, обсуждая бюджет, мы предлагали увеличить дотации селу, но к нам, опять же, не прислушались. Это вот как раз пример того, что мы, коммунисты, все-таки стремимся конструктивно работать с любой властью, лишь бы было это в интересах тех же, опять же, мы говорим о селе, значит, сельчан. К сожалению, у нас этого не происходит. Также на этом совещании затронул проблему, значит, социальной сферы, когда фактически лишает льгот учителей, врачей по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это тоже изменение внесено в федеральное законодательство, и коммунисты, опять же, против этого голосовали. То есть село удушает со всех сторон, и с социальной, и с экономической, и этим же, то есть диспаритетом цен, и с финансовой точки зрения. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы вот те наши рекомендации, они воплотились в жизнь. Но если большинство депутатов Одинной России не будет это поддерживать, мы, конечно же, будем об этом информировать общественность и свои предложения доводить до сельчан, чтобы они знали, что есть программа у коммунистов по выводу села из кризиса. И в этой программе конкретные пункты указаны, как, за счет каких финансовых ресурсов, как готовить кадр. Вы видите, действительно, это сегодня проблема, когда закрывается школа, кто на селе будет работать в перспективе. И ведь дошло до того, что те же руководители, тот же Сасовский район, если раньше было 20 хозяйств, сегодня осталось фактически 3 хозяйства. И такая же ситуация в других регионах. У нас сегодня в том же Сасовском районе всего тысячу с небольшим человек работать в этих сельхозпредприятиях. Раньше работал во много раз больше. То есть появились безработные, 400 человек стоит на бирже труда. И так в каждом районе. И когда нам заявляют, что у нас все с безработицей, все прекрасно, как говорит наш губернатор Олег Иванович Ковалев, но это не соответствует действительности. И реальный безработицей, уровень на сегодняшний день, он значительно выше в том же селе. Вот эти примеры доказательствам тому. Поэтому мы считаем, что то, что сегодня делают федеральные МЭС и региональные власти, она кардинальная, значит, ситуация в селе не изменит. И мы считаем, только программа коммунистов, предложенная по выводу из кризиса нашего села, сможет, значит, вдохнуть в село новые живительные вот ту силу, которая сможет восстановить аграрный сектор и в перспективе ближайшие накормить страну, а не завозить ненужные нам и испорченные продукции из-за рубежа.